добрый день уважаемые дамы и господа напомню вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radio nvc.com ну и конечно же на нашем youtube канале наш эфир продолжает программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый сергей ну начнем с европы я не знаю там но наряду с войной которая происходит на востоке европы еще проходили выборы в общем все по порядку а выборы которых мужа несколько недель подряд говорили действительно прошли революция которая так долго говорили большевики со свершилась так вот во франции прошли выборы и ничего пока не свершилось просто потому что это был всего лишь первый тур расклад сейчас соотношение сил таково что во второй тур вышел макрон с 27 процентами и марин люпен где-то с двадцатью тремя с чем-то то есть разрыв между ними в 4 процента примерно это как говорится не конец противостояния по простой причине есть там еще крайне правый претендент или кандидат который набрал семь процентов это из и мур на нем часто здесь минали и эти семь процентов наверняка достанутся марин люпен то есть последнее предсказание заключается в том что макрон может получить если естественно исход будет соответствовать ожиданиям в основном тех кто занимается предсказаниями предвыборными то макрон может получить 52 а марин люпен может рассчитывать на 48 процентов до отцов повторяю это если сбудутся все предсказания если же они не сбудутся то результаты могут быть самыми неожиданными потому что хотя все правоцентристские и левоцентристские и даже крайние левые партии призвали за марину люпен не голосовать но ситуация во франции такова что очень многие левые избиратели могут за нее вполне проголосовать потому что некоторые пункты левых программ вполне совпадают с пунктами избирательной программы марин люпен ну например выход из нато случае победы это обещает марин люпен но именно этот же пункт содержался в избирательной программе меланшона который представляет левых левее социалистов но социалисты сегодня не в счет потому что французская марша как его по-русски назвать не знаю мэр города парижа и дальго она получила всего три процента голосов что можно скинуть со счетов то есть хочу сказать что левая партия в этом смысле левые избиратели неисповедимы может случиться и так что они могут вполне проголосовать за марину люпен анти западную антинатовскую антинатовского кандидата что повторяю в этих пунктах их взгляды сильно совпадают так вот как мне кажется программа марин люпен которая была вполне популярна еще месяц назад скажем она стала казаться избирателям подозрительной по той причине что марин люпен хотя и попыталась в последние дни соскочить со своего конька горбунка владимира путина но сделать это не вполне а удалось ей хотя она и срывала бильборды с и с изображением своим с путиным рядышком рука об руку плечо к плечу но и это в этом смысле не помогло и наоборот мне кажется несколько ухудшила ее исходная позиция после окончания выборов барин люпен уже давай себе знать сказав что она выступает против экономических санкций санкции эти не бог визит какие но все-таки она выступает против всякого эмбарго на поставки энергоносителей из россии на другие я бы сказал болезненные санкции запада то есть она пока в своем ключе остается в чем проблема проблема здесь в том что многие правые партии зарекомендовали себя не консерваторами а популистами они хотят альтернативы к слабеющему меркнущему декадентному западу но альтернативу эту они нигде не видят в другом месте кроме как в россии вот парадокс они не чувствуют что настоящая альтернатива это не между слабым западом и сильным в кавычках востоком диктаторским авторитарным востоком суровым жестоким бесчеловечным дегуманизированным во всех отношениях они не понимают что альтернатива у запада есть но она не в россии и не в авторитарных режимах вообще их альтернатива настоящая это западная же прошлое там таяться и скрываются герои противостояния успешного подчеркиваю противостояния там скрываются борьбы борцы с тоталитаризмом успешные борцы потому что черчилль отнюдь не либерал рейган отнюдь не левый активист да и тетчер госпожа отнюдь не джендерная активистка понимаете они все суровые консерваторы которые потому и победили что стояли на собственных ногах верили в предназначение запада его сил верили в свою силу были достаточно самоуверенными и поражали этой своей верой агрессивный и авторитарский авторитарный восток но и нынешние политики ослепленная совершенно не понимают где им искать идеал и вот они находят его господине путине страшный трагический парадокс вот туда залетела наша милая марин люпин и в этой яме она и повязала макрон не бог весть какая альтернатива к ней разумеется макрон вообще поражает и французов и мир своими качествами качествами принципиального слабака слабость это его принцип он не представляет себе существования с позиции силы с позиции превосходства если хотите какого-то превосходства франция страна с прошлым он принципиально тешит и себя и остальных тем что вот он слабый вот он такой главная его цель это умирание так чтобы она была не болезненным чтобы она не слишком болела да вот как почти по российскому анекдоту жить надо так чтобы не было мучительно больно вот по макрону умирать надо так чтобы не было мучительно больно так вот вот такой типаж сегодня оказался одним из предводителей европейского союза вообще или европы если хотите потому что германия как лидер европы отпала и нынешнее правительство это доказывает изо дня в день понимаете вот в чем парадокс шольц может быть успешный экономист а может быть и не успешный экономист трудно проверить поскольку прошлое германии было достаточно в общем успешной и он никак не выделяется на этом фоне своей какой-то ослепляющей успешностью сам он харизматичный примерно так как старая консервная банка которую переехал тяжелый грузовик понимаете это не лидер и вот что получается член его же правительство министр или министр женской в юбке иностранных дел андер бокова она она требует от него чтобы начала германия поставлять уже хотя бы тяжелое вооружение украины а он не говорит не торопитесь помещено на украинской земле кто-то ползает вот когда перестанут ползать последняя украина вот тогда мы может быть задумаемся а хорошенько подумав решим решим что это в общем то и не надо уже поздно так вот германия выпала это кстати это не моя фантазия не метафора выпала из числа лидеров евросоюза она стала богатой может быть относительно успешной но но не лидер лидер это ведь состояние духа это не состояние экономики это состояние духа и германия сегодня не локомотив духовный европы значит получается так что германия выпала франция слаба и гордится своей принципиальной исторической слабостью это проявился макрон на как говорится на полную катушку люди сбились со счета он звонил в течение марта путину 10 раз или все-таки 12 и о чем он перед глазами любимой жены может разговаривать часами с путиным это что и если на поверхность не всплывает ничего и нет никаких выходов выхлопов нет них ничего что мог бы сказать вот сегодня я поговорил с путиным и убедил его да и в чем никогда его не убедил он просто говорит ради разговора это чисто французская это ля пульту а это искусство для искусства но вот он говорит с путиным значит получается так что центр европы выпадает парадоксально причем центре я имею западный центр два локомотива европы выпали венгрия не в счет там популизм который вот сейчас описал который ищет альтернативу и находит ее в пути не он достиг своей крайности только сегодня министр иностранных дел венгрии сказал что мы не разрешим поставки оружия через свою территорию к санкциям мы не присоединимся но мы и не будем им препятствовать накладывать вето потому что это в нынешней ситуации несколько опасно и вот такая венгрия где только что победил орбан победил разгром на я бы сказал сохранив за собой абсолютное большинство в парламенте который позволяет вносить конституционное изменение законодательства страны так вот орбан не скрывает того что в общем то он даже я так понимаю видит в пути не некий идеал того что он и сам готов был бы построить хотя видит разумеется неправильно орбан своей своей нелиберальной наоборот он сторонник нелиберальных данном случае не это прямой перевод приставки ill illiberal democracy это его изобретение хотя в свое время это первым изобрел фарид закария это словосочетание но но орбан сделал его несущим про сделал его программой своей партии не либеральная демократия так вот он пока еще не либеральный демократ но вполне тяготеет и на пути к полной автократии к полному авторитаризму то есть он по тоже выпадает что же остается вы можете задаться вопросами вот здесь возникает парадокс похищаемой европы кстати сегодня она похищается с большей интенсивностью чем когда-либо в прошлом она похищается сразу с двух сторон она похищается авторитарным путином и она похищается сверх либеральными правителями меркнущего запада так вот остается парадокс остается то что возникает из оставшейся европы возникает некая новая комбинация если хотите некая новая конструкция и она хотя пока еще в астральном виде пока еще она только в виде идеи носящийся но она все-таки уже артикулирована она уже высказана она высказана и зеленским президентом и она поддержана борисом джонсоном обратите внимание из всех европейских политиков самым решительным в отношении украины оказалась великобритания руководимая кем борисом джонсоном над которым много смеять смеялись вот этим вечно всклокоченным вздымленным дымящимся борисом джонсоном почему да просто потому что он же не может выпрыгнуть из шкуры а шкура у него та же что была у черчилля у течер эта шкура консервативная он укоренен ногами и корнями уходит в британский консерватизм который не видит и не ищет идеала в путине авторитарном обратите внимание что ни один британский сильный правитель никогда не видел идеала авторитарных правителях ориента востока даже европейского востока нет и сейчас также получилось джонсон несмотря на всю его клоунскую внешность он оказался единственным решительным политиком на мой взгляд интуитивно здесь очень важна интуиция очень важен склад ума и джонсон ухватила этого ума на то чтобы понять нельзя потворствовать тирану а путин есть ничто другое кроме как фашистский тиран просто джонсон стал парадоксально предводителем этой части европейского европы надо сказать и обратите внимание он не в европейском союзе то есть возможный духовный лидер европы оказался вне европейского союза второй такой же страной которая готова была бы вступить в новое образование в новый если хотите силовой блок европы это польша которая имеет сильные консервативные основы они коренятся в двух аспектах это во первых высокая религиозность поляков которая в отличие от показной путинской религиозности она из другой из другого корня вырастает и она смогла произвести иоанна павлов второго замечательного римского папу а другим корнем кроме религиозности оказывается польская польский военный патриотизм который все это знают и помнишь свое время произвел так называемое чудо на висле когда польские пулеметчики разогнали всю большевистскую орду кон армию буденного и всех прочих и не пустили их в европу спасли европу так вот на этих двух китах зиждется польская сила духовная сила этой страны она естественно заразительно по-своему для своих соседей непосредственных гораздо сильнее чем прочее повели себя правители чехии сейчас первыми первыми поставив украине какие-то танки пусть устаревшие пусть старая но какие угодно но танки танки на ходу танки которые можно перекинуть на восток чтобы противостоять сейчас наступающей российской армии вот этот обрез возможного нового силового блока который включает разумеется и прибалтику и включает южный фланг это тоже словения которая тоже проявила себя консерватором консервативной а не популистской силы провожу здесь линию разреза это буквально линия которая позволяет нам сохранить рациональность в этой каше которая наступила это разница между популистами и консерваторами это самая главная разница сегодняшней европейской политики так вот сейчас обрисовывается новый блок он пока еще в зародыша но зеленский говорит этим своим соседним и полякам в частности вместе с украиной и с великобританией вы сила и сила которой в европе давно не было сила способная в отличие от нынешней германии нынешней франции противостоять агрессивной россии думаю что и в самом сознании французов и немцев это рано или поздно приведет к пересмотру их позиции но у немцев вы знаете это вселенская травма второй мировой войны которая заставляет их забыть вообще что значит слово немец и что значит и что значит дойчту по немецкий дочь тум это немецкая сущность это нация так вот это слово прочно забыто из-за травмы а у французов просто из я бы сказал из общей склонности к предательству вечному так вот эти это же надо осознать надо осознать как европа меняется на глазах когда два главных локомотива два коренных тягуна все этой европейской всего европейского сообщества выпали из числа лидеров а место заняли британия которая вне европы польша сейчас чехия прибалты славения и украина которая хотела бы я надеюсь будет тоже тягачом сильным очень игроком этой всей этой новой формирующейся команды европы потому что потому что украина не погибла и не собирается погибать еще несмотря на все ожидания калькуляторов европейских я напомню тем кто сомневается в том что украина может победить я напомню слова украинского министра иностранных дел кулебы которых первые дни войны на второй или на третий день поехал в германию клянчить что-либо ими и немецкие его партнеры не знаю был ли это тогдашний министр иностранных дел или или даже может быть канцлер сказал ему а вы знаете господин с украины правило главное правило бизнеса бизнес никогда не инвестирует в потерянную потерянное дело в дело которое не сулит прибыль а наоборот сулит только потери сильные ваша страна продержится 23 дня зачем же нам туда вообще перегонять деньги и техник она продержится 23 сейчас они естественно ковыряются там носу или или потирают ушибленный затылок в любом случае они поняли что она продержится дольше чем два-три дня может быть и дольше чем продержаться нынешние правители этой части европы я думаю сергей что мы можем или скажем у нас еще есть пару минут времени вы думаете что россии не удастся вот этот восточный коридор отвоевать ну то есть на пути этого восточного коридора стоит только мариуполь где ситуация очень сложная я слушал интервью там с одним из руководителей министерства внутренних дел и он как бы ушел от прямого ответа журналистка спрашивала его ситуация сложная что там нет боеприпасов нет того всего сколько продержится мариуполь он сказал мы не будем говорить сколько продержится он продержится столько сколько продержится иными словами как бы нет такого энтузиазма я не понял он меня он представитель министерства обороны какой страны украины украина нынешнее руководство украины крайне рационально и сдержан она не бросается такими словами как завтрашняя победа и прочее прочее или захват москвы и окружении москвы и прочее она очень трезво смотрит на ситуацию разумеется мариуполь может пасть это было кстати это разумело месяц назад что он может пасть тем не менее пока не пал мариуполь не для того бьется чтобы просто так удержать этот город а для того чтобы связать колоссальные силы противника которая иначе устремились бы дальше на запад не это не правда что мариуполь держит всю эту линию фронта эту линию фронта держит в полуокружении войска центральных армии украинских которые стоят на границах по прежнему на границах донецкой и луганской областей вы знаете что за полтора месяца российская армия не могла выйти на административные границы этих двух областей не вышло между прочим в административных границах этих областей находится даже тот же мариуполь он был под контролем украинцев но он еще в рамках как бы донецкой области находится так вот российская армия не смогла выйти она собиралась и об этом писали российские стратеги взять в кольцо окружится сделать там котел ударив с севера от города изюм из юга от мариуполя к сожалению для них мариуполь по-прежнему вяжет их силы не позволяет им эту реализовать эту идею но даже если бы украинское руководство военное оказалось гораздо более талантливым талант военный всегда важен в таких войнах так вот украинцы знают прекрасно понимают это они не раз говорят на уровне министерства чем прекрасно понимаем эту опасность но мы же у нас же есть свои какие-то представления и стратегическая цель поверьте мы точно также бросаем сейчас со стороны города не про этот бывший днепропетровск бросаем силы которые позволят разжать эти тиски там может получиться так как выглядела курская дуга если вы помните удержать ее связать противника а потом со стороны ударить с двух сторон один с одна сторона изнутри дуги а вторая снаружи вот это видимо стратегическая цель украинцев в любом случае в любом случае смотреть нужно несколько более общей украинцы так и делают они смотрят хорошо ефим давайте попробуем принять звонок договорились добрый день пожалуйста уфи здравствуйте уважаемый ефим покажите пожалуйста почему во франции так не популярна нато они уже видели как плохо когда страна не является членом нато чем это может закончиться а второй у меня вопрос скажите пожалуйста поставляет ли франция оружие украине и или они так и стараются моих отоскалишь так сказать свой этот статус сохранить спасибо большое отношение франции совместной обороне системе нато всегда было двусмысленным она была двусмысленным уже при генерале де голе несмотря на того не на то что франция была основ основным основополагающим членом этого блока всегда были отношения к крайне подозрительное связано не с тем что франция считая себя по-прежнему великой державой хотя это уже теперь не ничем не не поддерживается никакими реальными фактами жизни что называется так вот франция себя чувствует достаточно самостоятельной сильной державой вы помните что еще при генерале де голе штаб-квартира нато была перенесена из парижа в брюссель а франция вышла из из политических и военных руководящих руководящих органов этой организации делать это долго она вступила лишь через скажем так 25 лет после выхода из нато из из-за руководящих структур из военных и политических структур нато так вот и сейчас сохраняется примерно тоже французская ментальность такое представление что мы сами по себе атомная держава и вообще мы в прошлом колониальная сверхдержава и так далее это разумеется весьма я бы сказал нереалистическое представление о мире но тем не менее она свойственно франции это ответ на первый вопрос а на второй вопрос франция возможно что-то поставляет но это решительно не тяжелое вооружение решительно это не то что нужно в этот момент украине и нужна дальнобойная дальнобойная артиллерия и противовоздушная оборона противовоздушная оборона кстати которую сейчас там несколько систем с 300 старая старая еще советская система противовоздушная поставили словаки украине но и и это хорошо украины русские попытались тут же заявить что они эту систему уничтожили с воздуха прямым попаданием а сами словаки сказать ничего ничего подобного мы сохраняем контроль над ситуацией на месте и знаем что эти системы действуют и функционально остаются франция ничего подобного пока украине не предоставила а ведь мы говорим сейчас о ситуации когда многие другие страны начинают поставлять чехи поставили танки и бронетранспортеры британцы поставили сейчас противокорабельные ракеты которые земли могут поражать наступающий флот российский это очень важно с точки зрения обороны одессы но франция как вы сказали держит придерживается принципа моя хата с краю она в свое время также отнеслась до начала второй мировой войны чехословакии когда предал ее не выполнили выполнив свой свои обязательства по договору но в общем одним словом я же характеризовал францию да давайте мы сделаем небольшой перерыв после перерыва вернемся продолжим телефон студии 847 4005 200 если будут вопросы пожалуйста звоните но уже после рекламы возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы сейчас будем говорить наверно об америке но давайте для начала примем звонки конечно конечно добрый день пожалуйста в эфире добрый день очень интересная передача большое спасибо эфиму у меня если позволите такой вопрос или такое мнение война несомненно являются преступлением но как правило в преступлениях всегда чё-то корысть присутствует вот как я вижу тут из америки кто получил больше всего бонусы личные бонусы от этой войны войны прежде всего это премьер англии джонсон это президент байден и президент украины зеленский они получили огромные личные бонусы поэтому не кажется ли вам что в этой войне заинтересованы больше всего вот эти три человека и будут ее продолжать не знаю до чего мне кажется все кончится может действительно какими-то ужасными событиями фото и ядерной войны если вот вы не согласны с таким мне объясните почему эти люди получили огромные бонусы или с другом я не прав спасибо знаете во первых я начну с конца опасения относительно того что война музыка может закончиться сбросом на территории украины каких-то тактических ядерных бомб это опасения даже если бы она являлась реальным она нас ни к чему не приближает это это то опасение которое не может вызвать рациональной реакции но что нам следует но если у россии было есть и будет такая атомная бомба а путин может быть вполне сумасшедший но что тогда что из этого следует как нам-то реагировать на это есть у нас шанс для какой-то реакции но сумасшедшего нужно повязать нужно отправить сумасшедший дом других вариантов не бывает или пристрелить понимаете атомная угроза будет всегда но она существует уже примерно с 52 года и как-то худо бедно мы жили с этой угрозой и ничего ни разу она не реализовалась потому что существует еще концепция гарантированного взаимного уничтожения эта концепция это военная концепция которая действует с тех пор безотказно она означает что в любое время дня и ночи трех сменную службу в небе несут атомные бомбардировщики чередуясь друг с другом и подводные лодки до вооруженные ракетами атомными и если там загорается какая-нибудь там лампочка я сейчас фантазирую я не был внутри никогда но загорается лампочка о том что твоя страна подверглась атомной бомбардировки то и то открываются эти шлюзы и автоматически сбрасывается атомная бомба на противника и он это знает это не тот тип возмездия где нужно собрать 7 подписей собрать генералов нет это доведено до полного автоматизма и поэтому ни один идиот я извиняюсь еще не на западе не на востоке не начал атомную войну это же концепция действует и сейчас а если бы бомба была сброшена только тактическая то поверьте она принципиально ситуацию не меняет она вызвала бы только ярость человечество оставшегося после россии вот другого остального человечества но в принципе но была сброшена бомба на японию две бомбы хиросимы и нагасаки ужас трагедия и так далее но не ужас ужас япония то осталось живет и процветает не всех убили понимаете и украина она больше японии значительно но представьте себе что сбросит куда на киев хорошо и фильм я думаю вы ответили на вопрос давайте попробуем принять следующий звонок добрый день добрый день к сожалению вы действительно правы и европа украдена по крайней мере эти две страны достаточно сказать что меркель которая до этого много лет руководила германией сумела навязать германии вот свой комсомольско-гдр-овский извините женщины вот этот вот бабий дух главное чтобы сосиски были в стране остальное не волнует а франции не привыкать проигрывать она проиграла практически все войны которые вела начиная от наполеоновских индо китайскую войну и считалась победителем только в составе коалиции то чтобы создать эту коалицию поэтому франция слова была есть и будет а последние бонусы получили зеленский байден и кто там еще я уже не помню про кого сказали только лишь потому что они сопротивляются вот этой российской страшной компании вот они сопротивляются вот они получили бонусы не нападал бы путин и бонусов бы не было а вопрос у меня такой значит а как же собирается франция в некотором случае проголосовать за люпин если она против как бы эмигрантов стране а 70 процентов выборщиков во франции это выход из северной африки они не боятся ее выбирать по всей видимости российские деньги все-таки играет какую-то роль спасибо пожалуйста за ответ российские деньги сразу начну опять же с конца несомненно свою роль играют фактически основой благосостояния партии национальная вечи и вот так иногда переводит народная вечи национальный альянс национальное собрание партии люпин фактически она держится на российских деньгах через венгерские банки и с участием российского миллиардера малафеева насколько мне известно это эта партия получает свое спонсирование партия люпин что касается большого количества эмигрантов во франции то здесь не все так ясно многие эмигранты получая скажем паспорта французские и получая работы французские со временем там покупая какой-нибудь небольшой домик с виноградником эти эмигранты со временем станут начинают себя чувствовать как коренные жители и начинают возмущаться приходом новых эмигрантов это типичная психологическая психологический поворот который происходит в головах всех кто оседает и через одно поколение становится более я бы сказал агрессивными патриотами франции чем сами французы но это же может произойти и с избирателями люпин там парадокс поскольку ее избирают очень многие кроме рабочих поселков и рабочих окраин больших городов избирают ее уже и и эмигранты старого призыва то есть призыва 60 70 добрый день пожалуйста ухи добрый день два вопроса как как голосует еврейская община франции и каково будущее зимура и его партии не так кажется что зиму в данном случае несмотря на мои симпатии потому что ведь парадокс то в чем парадокс в том что по очень многим позициями а совершенно согласен с ним как и впрочем согласен и с марин люпин по очень многим позициям сохранение французской культуры идентичности восстановление некоего величия франции от и так далее но зиму прогорел у него он получил семь процентов еврейская община франции я думаю за марин люпин голосовать не будет она отягощена вот за зимура бы может быть голосовали как известно он алжинский еврей более того и даже не крестившиеся не выкрестившиеся так вот а за люпин голосовать сложнее им во первых она происходит из круто антисемитской семьи и и папаша не раз говорил об этом она отреклась от отца он даже изгнал его из партии но тем не менее всегда есть подозрение что что-то сохранилось поэтому я подозреваю что за люпин за марин не будут голосовать евреи франции в остальном они разумеется не будут голосовать за левых сейчас уже нет левых все еврейские авторитеты кстати если вы какие-то помните и знаете ну скажем ален фингвик крауд замечательный левый философ он давно уже правый точно так же как кушнер точно так так же как многие другие революционеры 60-х годов они давно уже правая и даже крайне правая так вот это община скорее всего проголосует за макрона или просто не явится не явится к избирательным участкам и такое возможно кстати сейчас чудом вытянули явку на 74 процента но ожидается что во втором туре она будет еще ниже гораздо ниже так что это ответ на ваш вопрос ну давайте все-таки попробуем я тут послушал немножко пресс-конференцию вышел доклад очередной по правам человека и выступил блинкин на пресс-конференции в один ряд в один ряд поставил скажем китай зимбабве другие людоедские страны и соединенные штаты америки в один ряд буквально у нас проблемы мы должны во первых так сказать права человека права на аборты но он говорит они это все как-то мудрёно излагают не права на аборты а права на как же это звучит то у них не-не-не-не там сдастся со здоровьем связанным забыл вот целая фраза такая есть определяет то что они говорят ну в общем в общем америка такое такое ничем не отличается от людоедских стран от ирана от от китая чего угодно от россии все то же самое вот об этом он говорил и самая большая угроза конечно же это глобальное потепление ну это понятно это понятно для них это же мантра они вынуждены повторять эту мантру потому что за душой ничего другого нет они же не могут вынуть и предъявить какие-то позитивные ценности вот они цепляются за те которые недоказуемы неподтвержденные лучше всего конечно глобальное потепление где и сегодня ведутся серьезнейшие споры между учеными лучше всего потому что это вопрос который не имеет решения в пределах одной человеческой жизни и даже двух и даже десяти а вопрос который имеет решение в пределах тысячи лет но за почему же деньги под него не осваивать это же лучше вообще из всех вопросов которые могут быть осваивать деньги а потом окажется что бабах нет вот такая война как сейчас и представьте себе ситуацию тех климатических алармистов джендеристов и так далее которых было немало и на украине разумеется хотя меньше чем везде вот как они себя сейчас должны чувствовать когда у них отнимают эту игрушку и заставляют беспокоиться о чем-то серьезном реальном что может определить вашей жизни в течение ближайших месяцев и даже лет они через тысячу лет вот проблема счастью как мне кажется вопрос с блинкиным как если его президентом он подходит к своему естественному исчерпанию вспомнил репродактив health care то есть репродуктивное старое здравоохранение вот о чем они говорят хотя на самом деле имеют ввиду аборты ну разумеется право на аборт сохраняется до первого дня реальной жизни человека вот он уже его уже женщина родила в первые часы она еще может его убить поскольку это ее право все больше и больше информации и об этом уже говорят не только на fax news или там на newsmax говорят себе с о том что семейка байденов погрязла в коррупции сделки с китаем то есть официально не могут об этом не говорить потому что это же секрет полишенеля это знают сейчас уже все потому что правдивость информации которая стала известна благодаря ремонту лэптопа таблета байдена младшего она не подвергается сомнению ни кем сейчас уже даже парадокс в том что медиа про демократические либеральные они не подвергают сомнению и только политики из той же либеральной партии только они говорят что все это придумано этот кампания и так далее и не имеет никакого отношения к реальности но вот скажем те 51 человек который в свое время подписали письмо так называемый руководители спецслужб наших помните которым потрясал байден во время дебатов с трампом и которые подхватили все говорящие голову на всех телеканалах буквально о том что это фейк что это русские подкинули и фотографии туда и вообще и люди такие как адам шиф это мерзость которая сидит в конгрессе возглавляет комитет по разведке немыслимо четыре года человек выходил прыгал по всем теле каналам рассказывал о том что у него есть неопровержимые доказательства связи трампа с кремлем и что вот калл калужин калужин и этот человек выпучив глаза но хоть бы там сказал когда ему задали напрямую вопрос ну дескать вы же как-то вот говорили и хоть бы глазом моргнул мерзкая тварь нет ничего подобного ничего подобного и он сразу начал говорить а вот менафорд а вот менафорд а вот мы господи рассказывал смешную историю она позабавит всех наших слушателей вы знаете первой кто раскрыл тайну хантеровского лэптопа была газета нью-йорк пост как вы знаете это нехорошая газета совсем плохая поскольку она консервативная и газета нью-йорк пост сейчас триумфует она ведь доказала правоту в своих расследований сейчас ее правота никем не ставится под сомнение более того нью-йорк таймс наша замечательная она подтверждает что до данные точные но в чем же смех и юмор да в том что газета нью-йорк пост никогда не была представлена пулицерской премии зато газета нью-йорк таймс и и получила за это за расследование этого инцидента с лэптопом и даже по моему получил его дважды в два года за как гениальное расследование доказывающее что никак никакая информация не соответствует действительность они получили и что вы думаете пулицерский комитет потребовал возвращения премии да ничего подобного потому что в его комитете пулицерского заседают те же люди что в редакции или совете газеты нью-йорк таймс рука руку может да кстати возвращаясь к событиям и в украине тут как-то я посмотрю есть карина орлов карина орлова по моему есть такая в америке корреспондентка российской пресса ну да которая говорит что тоже безозрение совести не моргнув глазом заявляет о том что по героическими усилиями вождя всех американцев героя америки президента байдена в украину такой стримлайн просто поток оружия причем такого оружия боевого которое позволит смести россию там просто вот на это если я не ошибаюсь наш сенат ушел на каникулы двухнедельные и закон о лэнд лизе о котором говорили накануне так никто и не принял и по моему вооружение вообще которым пользуются сейчас украинцы это во первых из старых запасов которые ну я имею ввиду американская который отправил трамп байден судя по тому что сказал генерал кин задерживал отправку этих джавелинов которые были выделены трампом еще а байден принял приложил усилие чтобы задержать отправку этого оружия в украину и при этом при этом пропаганда рассказывает о том какой какой он вносит вклад в победу украины на самом деле то что там происходит то что сейчас так сказать небо стало немножко почище за счет того что борис джонсон смешной премьер-министр отправил действительно в украину оружие которое позволяет сбивать самолеты совершенно верно сергей трамп поставил на украину 300 джавелинов которые резко как бы переломили в пользу украины все таки вот этот этот баланс сил потому что джавелин это единственное реальное противотанковое оружие такой как говорили немцы фаус патрон так вот поставили британцы но по-моему и американцы стингеры что позволило начать сбивать вертолеты в частности и поэтому русская авиация сейчас не летает над украиной вообще они как говорится пуляют ракетами с территории беларуси или с кораблей что касается ленд-лиза то я крайне приветствую это решение но вы говорите что они ушли не подписав на каникулы ушли это для меня вновь честное слово этого я не знал я надеялся что в соответствии с ленд-лизом пойдут все-таки потоки сейчас этого оружие которое украине просто нужно по зарез просто речь идет о спасении жизни и здесь я просто в одном предложении скажу что те кто воспринимает это все таки как какую-то локальную игру двух сторон глубоко ошибаются вот путин сегодня буквально на встрече с лукашенко сказал назвал эту войну эту кровавую бойню благородной войной но он сказал что речь идет о нашем существовании рано или поздно это должно было случиться это было неизбежным но ведь надо же американцам понимать что это же он говорит и об Америке он говорит что Америка это страна и система которая угрожает самому нашему существованию то есть это надо понимать так что и война с Америкой неизбежна и война с Украиной решит судьбу Америки к сожалению на есть о чем поговорить но давайте смотреть правде в глаза а Байден не заинтересован чтобы эта война закончилась потому что любая война должна заканчивается дипломатическими усилиями другое дело с какой позиции говорит та или иная сторона не могут либо 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 полностью либо полностью так сказать либо капитуляция либо капитуляция либо дипломатические усилия либо смести ту или иную сторону совсем в пух и прах другого я не вижу ни капли усилий не приложила наша страна для того чтобы решить этот вопрос дипломатическим путем и посмотрите у нас ведь кроме вот этой темы войны с Украиной больше никакой темы не существует сейчас там решится вопрос у нас опять всплывет тема пандемии и она уже начинает всплывать опять начинают про это говорить опять одеваете маски в Филадельфии уже так сказать в обязательном порядке в инсайт обязательно маски носить господи вы правы на этот раз я волью в жилы наших слушателей слушателя немного оптимизма давайте уже в следующий раз оптимизма вольем к сожалению до ноября в ноябре мы поговорим на эту тему хорошо спасибо огромное спасибо пока всего